Кстати, для меня вопрос с бешенцами является, с одной стороны, достаточно близко, прошедшим рядом со мной, а с другой стороны, очень далеким. Я совершенно не представляю, как в нашей стране обустраивается работа с бешенцами, как это делается в любой другой стране. Я не могу сказать ничего по поводу того, что нужно для этого сделать или что не нужно, и какие проблемы это несет, потому что я просто никогда с этим не сталкивалась. Я могу рассказать только то, что я видела сама. Моя знакомая жила в Луганске, и вместе с семьей была вынуждена оттуда бежать во время военных действий. Она работала там бухгалтером, она перевезла семью в Сочи и оставила там мужа с детьми. Попросила помощи, в том числе и у меня, и у моей знакомой в Москве, с определенным моментом именно работы с бешенцами. Я знаю, что она ходила в какие-то социальные службы, которые занимаются этим. Но параллельно она умудрилась найти работу где-то в Москве уже, найти жилье. И сейчас она самостоятельно перевозит семью. Человек, который оставил все и без каких-либо сбережений, практически не имея с собой ничего, имея сколько-нибудь, двое или трое детей, к сожалению, не знаю точно, она сама умудрилась вытащить себя из этой ситуации. И уже сейчас она с нуля начинает совершенно другую новую жизнь. Это единственный пример, который я видела рядом с собой из бешенцев, именно из истории с бешенцами. Что с другими людьми, вы знаете, люди разные. И все мы с вами можем оказаться в такой ситуации, не дай бог, конечно, но можем. И зарекаться от ни от чего не стоит. Но я думаю, что если кто-то оказывается в этой ситуации, то большая часть его будущего, основная часть его будущего, зависит исключительно от его собственных стараний, умений и способностей подняться с колен, когда так жизнь сильно прижала. Продолжение следует...